24 июня во всех городах России отмечали Всероссийский Олимпийский день. Магнитка также не осталась в стороне. Этот праздник был превращен у нас в Олимпийскую неделю, в течение которой было проведено 27 мероприятий по 32 видам спорта. Финальную точку в этом марафоне поставил турнир по уличному баскетболу, который собрал рекордное количество участников разных возрастов. Первая Олимпийская неделя была проведена в Магнитке в 2008 году. Тогда включенный в ее программу уличный баскетбол, казалось, большим интересом и молодежи не пользуются. Команд было очень мало. Однако спустя практически 10 лет ситуация изменилась кардинальным образом. Количество участников в этом году рекордное. Мы сейчас прям, ну не скажу, что в шоке, но сидим и думаем, как нам распределить, потому что совершенно разные возраста, начиная от самых старших и самых младших. Поэтому сейчас сидим, тусуем туда-сюда, смотрим, какую сделать сетку соревнований. Такой интерес к игре участники самой известной уличной команды по стритболу объяснили очень просто. Ты играешь между знакомыми, всех знаешь, и как-то ты расслабляешься там. А вот в школе ты не можешь так поиграть с профессиональными игроками или на тех же школьных соревнованиях. Там надо выкладываться. А ты пришел и получаешь от этого удовольствие. Правила не такие жесткие на улице. Там поле приятное и спокойно играется. От обычного баскетбола стритбол отличается и количеством игроков, их трое, и динамикой, и зоной игры, половиной баскетбольного игрового поля. То есть все мячи команды забивают в одно кольцо. При желании организовать такую площадку сегодня можно в любом дворе. Что любители активного отдыха с удовольствием и делают. Мечтаю когда-нибудь, как и Илья Александров, не ударить в грязь лицом и отстоять честь России. Несколько лет назад игрок нашей баскетбольной команды Илья Александров принимал участие в составе сборной команды Российской Федерации на чемпионате мира. И в этот год команда завоевала первое место. Поэтому чемпионский титул, ну будем считать, и в Магнитогорске тоже есть. Считая, что на этом титуле останавливаться нельзя, ведь уличный баскетбол теперь является олимпийским видом спорта, организаторы решили провести турнир по олимпийской системе, то есть на выбывание. Такие жесткие условия придали игре дополнительный драйв, превратив встречу в каждой из четырех возрастных категорий в интригующее, красивое и чрезвычайно динамичное действо. Наградив победителей медалями и специальными призами, организаторы отметили, что участники сумели продемонстрировать очень грамотную техничную игру и наглядно показали, что Магнитка может быть лучше не только в хоккее. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.